Продолжение следует... Продолжение следует... При взлете ракеты видно, как она проворачивается вокруг своей оси. Проворачивание ракеты вызвано отказом системы управления. Потеряв управление, ракета полетела под углом в 51 градус к директрисе стрельбы. В результате неправильного взлета кабель мачту отбросила от места старта на 30 метров в одну сторону. А пусковой стол на 19 метров в другую сторону. Кабель сорвала с мачты и выбросила из канала. В месте падения от взрыва образовалась воронка диаметром в 14 метров. При глубине до 3 метров. 22, 23 и 24 сентября во время предстартовых испытаний ракеты номер 3 был выявлен ряд дефектов в приборах ракеты и наземной электросети. Одним из них явилась неустойчивость контакта в зенитных разъемных муфтах. Командные электросигналы передаются от пульта к ракете по двум 80-метровым 108-жильным кабелям. Каждый 80-метровый кабель для удобства эксплуатации состоит из двух частей, соединяемых разъемной зенитной муфтой. В одной половине зенитной муфты имеется 104 контактных гнезда, а в другой 104 штыря. При соединении двух половинок разъемной муфты штыри, входя в гнезда, создают контакт. Половинки разъемных муфт с гнездами были заплавлены некачественной изолирующей массой, которая расплавилась, и штыри, входя в гнезда, выдавливали изолирующую массу на контактное поле и стенки гнезда, что приводило к неустойчивости контакта. Для устранения неустойчивости контакта вынуждены были концы кабелей припаять напрямую к штырям разъемной муфты. Пуск не состоялся. Предварительная ступень не включилась. Но сплав ВУДА был преждевременно расплавлен зажигательным устройством, и через форсунки пояса дополнительного охлаждения в камеру сгорания полился спирт. Возник пожар, который был быстро потушен. При второй попытке пуска ракеты номер три нормально проходили команды дренаж, зажигание. При правильном прохождении команды, предварительная ступень, сбрасывается давление из воздушной полости главного кислородного клапана, предварительный клапан главного кислородного клапана открывается, и жидкий кислород поступает через форсунки в камеру сгорания. Однако на ракете номер три клапан не открылся, кислород в камеру не поступал, а проникший через форсунки пояса дополнительного охлаждения спирт горел в камере. При исследовании причин отказа установили, что на стенках компенсатора кислородного клапана было оставлено масло. Под воздействием жидкого кислорода масло замерзло, и движение штока клапана предварительной ступени стало невозможным. Седьмого октября пуск ракеты номер пять не состоялся по той же причине. На этой ракете шесть раз проводились попытки открыть клапан, и все они окончились неудачей. Сработало зажигание, включилась предварительная ступень. При попытке подать команду подготовка главной ступени, работа двигателя на предварительной ступени прекратилась, а пусковая схема возвратилась в исходное положение. Схема пуска построена так, что если при подаче команд в каком-либо приборе или в одной из цепей возникнет неисправность, то схема возвращается в исходное положение. Как показало исследование, на ракете номер восемь возвращение схемы в исходное положение произошло из-за отказа стрельбового пакетного переключателя. С первого положения по четвертое команды переключателям на ракету подавались. В пятом положении при подаче команды подготовка главной ступени из-за неустойчивого контакта в пакетном переключателе цепь не замкнулась и команда не прошла. При этом схему возвратила в исходное положение. Двадцать минут длился пожар. Обгорели стабилизаторы и электрооборудование, расположенное в хвостовой части ракеты. Ракета номер восемь на стартовую позицию больше не поступала и была отправлена на завод для ремонта. Одиннадцатого октября произведена вторичная попытка пуска ракеты номер пять. Команда зажигания прошла. Но предварительная ступень не включилась, а схему возвратила в исходное положение. Через несколько часов попытку пуска повторили также безрезультатно. Как показали проведенные исследования, пуск не состоялся вследствие кратковременного разрыва электроцепи в контакте подъема в момент включения предварительной ступени. Для включения бортовых приборов, работа которых должна начаться только после отрыва ракеты от пускового стола, в стабилизаторе установлен контакт подъема. Когда ракета стоит на столе, контакт подъема замкнут, и эти приборы не включены. Когда же при пуске ракета отрывается от стола, пружинищий контакт размыкается, и зависящее от него реле подъема включает приборы. Одиннадцатого октября, при попытке пуска ракеты номер пять, начало работы двигателя на предварительной ступени сопровождалось сильным хлопком. Контакт подъема вследствие сотрясения на сотые доли секунды разомкнулся преждевременно. Этого было достаточно, чтобы реле контроля подъема потеряла питание, и схема возвратилась в исходное положение. 16 октября пуск ракеты номер два также не состоялся из-за кратковременного разрыва цепи в контакте подъема, вызванного его вибрацией от сильных хлопков при запусках. 25 октября по той же причине не состоялся пуск ракеты номер двенадцать. Для устранения отказов на оставшихся ракетах испытуемой серии контакт подъема был заменен шестиполюсным штеккером, обладавшим для этих условий необходимой виброустойчивостью. Продолжение следует... Продолжение следует... Пуск прошел нормально. По сведениям, полученным с самолетов Ту-2, обнаруживших место падения ракеты, группа топографов отправляется к воронке для точного определения ее местонахождения и размеров. Ракета пролетела 288 километров и отклонилась влево на 5 километров. На месте падения ракеты образовалась воронка диаметром 19 метров и глубиной 4 метра. Пуск ракеты прошел нормально. Ракета пролетела 242 километра и отклонилась влево на 5,14 километра. Когорд? 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 Ктоhad? Когорд? Когорд? 21 октября пуск ракеты номер 6 протекал нормально. Ракета пролетела 257 километров и отклонилась влево на 2,5 километра. Пуск ракеты номер 10 после устранения дефектов в двигателе, обнаруженных накануне, протекал нормально. Но кабель мачта, так же как и на предыдущем пуске, оказалась сломанной. На замедленном показе видно, что кабель мачта ломается, когда ракета поднялась над столом на высоту 12-15 метров. Ракета пролетела 254,6 километра и отклонилась влево на 0,49 километра. Вот снимок того же момента с более близкого расстояния. В дальнейшем эти аварии удалось избежать, поставив кабель мачту под меньшим углом к потоку выходящих газов. Вскрытие и устранение на полигоне показанных и ряда других дефектов позволило произвести в короткий срок несколько нормальных пусков. Ракета пролетела 284 километра и отклонилась влево на 1,3 километра. Ракета пролетела 271,5 километра и отклонилась влево на 2,3 километра. Ракета пролетела 285,5 километра и отклонилась влево на 0,15 километра. Ракета пролетела 285,5 километра и отклонилась влево на 1,3 километра. Ракета пролетела 253,5 километра и отклонилась влево на 1,4 километра. Ракета пролетела 285,5 километра и отклонилась влево на 1,3 километра. Ракета пролетела 285,5 километра и отклонилась влево на 1,3 километра. Ракета пролетела 285,5 километра и отклонилась влево на 1,3 километра. КОНЕЦ КОНЕЦ